Вообще мы знаем, что многие и медийные личности, звезды, чего уж тут говорить, любят ходить за ягодами, за грибами, например, Светлаков. Знаю по инстаграму, постоянно находятся в лесу, как прочим, и Плющенко, который любит собирать грибы. В общем, прямо сейчас узнаем, как же развлекаются звезды в авторском блоге моей очаровательной соведущей Оли Рыжиковой. Оль, расскажи. Спасибо большое, чудесное представление. Да, сегодня темой своего блога я выбрала как раз-таки хобби и необходимость иметь свое хобби в жизни, потому что, ну, это, конечно же, украшает, знаете, как говорят, работа, которая не кормит, это хобби. Хобби, которое не радует, это работа. Главное, не перепутайте, дорогие друзья. Вот если вы звезда, вам непременно нужно иметь какое-то хобби, ну, хотя бы для того, чтобы, когда позвонят журналисты и спросят, мол, вот какое у вас хобби, чтобы у вас сразу был ответ, это желательно еще и фотографии. Ну, а вообще, мне кажется, конечно же, абсолютно любому человеку просто жизненно необходимо иметь тот самый элементик, вот частичку своего времени и своей жизни, когда можно расслабиться и просто получать удовольствие и не думать, почему ты этим занимаешься и зачем. По своему личному опыту могу вам сказать, когда-то в качестве хобби я начала чуть-чуть писать, ну, не стихи, а рифмовать, галка-палка, печка-свечка, морковь-любовь и все прочее. На сегодняшний день мое хобби переросло еще в одно увлекательное мое занятие – написание текстов для различных песен. И если бы когда-то, лет 5, 6, 7, 8 назад мне сказали, что сегодня мои тексты будут, песни на мои тексты будут исполнять от Александра Солодухи до Льва Олещенко и Александра Серова, честно вам скажу, я бы не поверила. Именно поэтому сегодня я хочу всех вас, дорогие друзья, независимо от рода вашей деятельности, призвать найти свое увлечение и полюбить его всем сердцем и всей душой. Ну, а если возвращаться к звездам Голливуда, я хочу вам показать фотографии мировых звезд, у которых тоже, все-таки, несмотря на плотный график, гастрольные и съемочные дни, у них находится время для любимого занятия. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим фотографии. Это у нас Анжелина Джоли. Она не только коллекционирует татуировки на теле, не только восстановляет детей по всему миру, но и собирает кинжалы. У нее огромная коллекция. Откуда такое увлечение, непонятно. Самое главное, что оно есть. Далее, кто у нас? Том Круз. Вот, пожалуйста, говорят, что он не только хорошо готовит, но говорят бывшие жены Николь Кидман и Катя Холмс. Самое большое увлечение – это фехтование. Поехали дальше. Майк Тайсон. Дрессирует голубей, занимается этим в 10 лет. Вы знаете, я пыталась найти в интернете видео дрессированных голубей от Майка Тайсона. Видимо, пока еще не получилось надрессировать так, чтобы они могли где-то выступать. Но, тем не менее, человек занимается, любит, увлекается. И никогда бы не подумали, что такой брутальный мужчина будет заниматься таким красивым делом. Валдис Пельш. Покажите нам Валдиса. Вот так не наигрался в детстве. Очень увлекается изучением истории и собирает военные каски. Ну и Гвенет Пелтроу. Пожалуйста, хрупкая, красивая, элегантная леди, которая не просто замечательно готовит, а она же выпустила свою книгу кулинарных рецептов. Вы знаете, очень часто нам кажется, мы судим по творчеству артистов, вот говорят, например, там, Джастин Бибер. Ну, такой юнец, весь такой непоседливый. Да, что он, Джастин Бибер, он, наверное, там и в школе-то не учился. Все это, конечно, глупости. И это абсолютно целеустремленный молодой человек. Посмотрите, как лихо он собирает кубик Рубика. Это является его хобби. Вот сейчас у него все получится. И, вы знаете, на хобби находят время такие серьезные люди, как, например, мультимиллиардеры. Я готова вам показать одного из крупнейших предпринимателей в мире, который вот так лихо, дедушка играет на гитарке маленькая, называется укулеле. Ну, благо, конечно, с таким состоянием, как у него, можно играть в паре с Джоном Бон Джови. Тем не менее, вот давайте послушаем, как у него это получается. Спасибо. Это прекрасные звуки. Я думаю, что соседей он не беспокоит, потому что живет в своем большом особняке. Ну и, друзья, я призываю вас найти свое хобби до 30. А если вы еще не нашли, не расстраивайтесь. Есть замечательные примеры о том, что хобби можно найти абсолютно в любом возрасте. Вот, пожалуйста, Лев Толстой начал кататься на велосипеде в 64 года. Бернард Шоу в 75 впервые стал на серф. А Джордж Бурш-старший прыгнул с парашютом на свой юбилей в 85. Так что не останавливайтесь на достигнутом. И еще приведу вам один пример. Александр Розенбаум пытался стать врачом, но любил петь, наверное, в караоке. Валерий Меладзе учился кораблестроительному делу в институте, но, тем не менее, не мог отказать себе в удовольствии петь. И порой ваше хобби может перерасти в вашу профессию. Доверяйте своему сердцу, увлекайтесь, ну и самое главное, будьте счастливы. Спасибо, Оля. А мне вот интересно, а тот, кто учился петь, стал, например, ученым? Ты знаешь, очень часто получается, кстати, иначе. Так часто учится петь, а потом... Вот если, кстати, полистать и профессии наших звезд, пожалуйста, Александр Солодуха, он санитарный врач, например, дядя Ваня, по-моему, электрик или что-то типа того, а Алена Ланская, насколько я помню, работник банковского дела. Да, да, здесь как найдешь, как угадаешь. Ну, в общем-то, из блога Оли я понял, что пора и мне задуматься о поиске хобби, потому что я всегда считал, что хобби можно смешать с работой, получать это удовольствие, а когда от работы получаешь удовольствие, ну, это вдвойне приятно.